Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители! В эфире ГРТ «Юридические консультации» в студии работают Зинаида Ефремова и звукообератор Павел Арнаут. Сегодня тема наша звучит так «Наследство». В какие сроки вступать, кто может претендовать и нужно ли завещание во всех этих вопросах? Вновь пройдемся и разберемся в нюансах этой темы вместе с нашей гостьей в студии. Это юрист Алла Николаевна Федористова. Алла Николаевна, приветствуем вас. Добро к нам пожаловать. Здравствуйте. Напомнить хочется наши контакты, телефон нашей студии для ваших вопросов, уважаемые слушатели. 0298-249-60 и адрес нашей почты ggusradiusus.mail.ru. Казалось бы, получение наследства довольно хлопотная вещь, скажем так, но довольно привычная для наших жителей. Каждый сталкивается практически с этим. И все же, столкнувшись с этой процедурой, впервые кто сталкивается, многие люди теряются. С чего начать, куда обращаться, куда именно и какие документы готовить, такие вопросы возникают. Разобраться во всех этих нюансах мы вместе с вами будем. И первый вопрос именно такой, с чего необходимо на сегодняшний день начинать оформление документов на наследство? Да, ну, я хочу вам сказать, что наследование, конечно, в первую очередь, это переход имущества, то есть наследственной массы, туда входят движимое и недвижимое имущество, какого-либо физического лица, кто уже отошел в мир иной, уже либо к его родственникам, либо к другим лицам, которые могут быть обозначены. Ну, что ж, я хочу сказать, что раньше было так. В первую очередь, ну, у нас довод действовал прежний раздел наследства гражданского кодекса. Там надо было вначале дети и плюсы вторая половина умершего физического лица, ну и так далее по нисходящей. Сейчас, в настоящее время, в первую очередь вступают в наследство дети. То есть они имеют право на первое очередное. Это вот у нас после 1 марта 2019 года. До 2019, конечно, немножко иная была процедура. Затем вторая очередь, это вот я сказала, это у нас по закону, наследники по закону, это дети. Потом идут вторая половина родич и выжившие родители, там дедушки, потом бабушки и их нисходящие родственники. Вы можете себе представить. А потом уже четвертая очередь, это прадеды и прабабки наследодателя, их нисходящие очереди. И уже там далее более такие вообще предки. Но у нас обычно люди не живут столько. 150 лет нам точно не грозит пока прожить. Поэтому я хочу вам сказать, что нисходящая линия от каждой ветки, например, вот наследники по закону, первый, как мы говорим, в первую очередь дети наследодателя. Дети наследодателя, а естественно потом идет от них тоже нисходящая ветка, это их дети, то есть уже внуки и так далее. Я вам хочу сказать, у нас есть наследники по закону и есть наследники по завещанию. И в этом случае те, кто по завещанию, не обязательно могут быть родственниками. Это могут быть лица, которые, допустим, может даже это сосед, но он ухаживал за лицом, особенно очень часто бывают в таком, знаете, состоянии беспомощном. И, конечно, если кто-либо за ними берется ухаживать, они потом очень часто даже меняют завещание и переписываются все свое имущество на данное лицо. Раньше полностью, вот если есть завещание, то все имущество, которое было по завещанию, переходит к тому лицу. А сейчас обязательно учитывается еще право детей, и они свою долю могут обязательно высудить, если только они захотят это сделать, им позволяет совесть. Если до этого они не смотрели своих родителей и так далее, а потом все-таки пытаются получить наследство, то, что осталось от умерших, то это приводит к различным таким спорным коллизиям. Но все эти коллизии разрешаются в судебном порядке. Это могут быть наследники и лица, которые, допустим, недостойные. Например, лицо, недостойный наследник, он пытался убить или ускорить смерть наследодателя, так сказать. И такое часто бывает. Для того, чтобы получить наследство, очень часто ускоряют путем, особенно если лицо в беспомощном состоянии, не может себя толком защитить, не может себя обслужить и так далее. Естественно, ему очень сложно в этом плане. И поэтому иногда пытаются вот ускорить. И те, кто, если это доказано, допустим, законом уже, что это недостойный наследник, то его, конечно, лишают права на наследство, на долю наследства и так далее. Более подробно пройдемся чуть позже по этим вопросам. Но и хотелось бы спросить, каковы сроки на сегодня именно это время вступления в наследство? Ага. Я хочу сказать, что раньше надо было в срочном порядке, в течение шести месяцев обязательно оформить свое право на наследство. То есть пойти к нотариусу, заявить о том, что я такой-то, такой-то, принести документы, которые, допустим, удостоверяют его право, как наследника, к примеру, по закону. Если есть завещание, там чуть-чуть легче, но все равно. Вообще в течение шести месяцев надо было завить. Сейчас нет этого временного ограничения. Оно, его убрали вот после первого марта 2019 года. И теперь уже, ну, есть достаточно времени в течение девяти лет. Можно потом у нас еще до пятнадцати, и потом уже, если там есть вымороченное имущество, например, там уже после пятнадцати до тридцати и так далее. То есть уже рамки вот эти вот временные, они растягиваются. Может, это не очень удобно тем, кто имеет каких-либо еще наследников. Они, может, ранее не заявляли о себе, о них, может, и не подозревали, и не знали, при этом оформили наследство. И тут лицо приходит к нотариусу и говорит, я тоже наследник. Раньше кто только там, допустим, второй ребенок, третий, пятый, десятый мог еще оспорить, что он не знал, и это надо было доказать. Я находился в море, я находился в тюрьме на необитаемом острове и не мог оттуда никак узнать все эти новости и так далее. А сейчас, сейчас можно даже заявить и потом оспаривать. И потом эту долю можно будет отсудить из того имущества, даже кто принял на себя это. Обычно, конечно, все имущество делится между всеми детьми в равных долях. И особенно если нет там лиц, которые, ну, недостойно себя повели, оскорбляли, унижали, или пытались подделать, или спровоцировать. Особенно очень часто бывает беспомощного своего родственника или родителя. То они обычно наследуют, вот, если это достойные наследники, они наследуют все в равных долях. И поэтому, как бы, обид больших нет. Есть у нас первый звонок, Алла Николаевна. Да, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, мы вас слушаем. Можете задавать свой вопрос. Пограньте, можно сомать? Пожалуйста, мы выслушаем. Я хочу узнать один вопрос. Меня зовут Елена. Пожалуйста. Прошлую неделю говорили, понедельник, вторник, потом, когда была итоги недели, говорили, что эти книжки советские... Сберкнижки? Прошлые, старые книжки. Да. Говорили, что 92-й год уже идет. А вы не можете до сих пор получить? Нет, получить, я получила 91-й год, что здесь. Но сейчас 92-й год, что там есть внесено. И говорили, что тоже начнут тысячи, потом 25% дадут. Идешь на почту, они говорят, нет, 91-й еще идет. Ты не понимаешь, что... Понимаете, все, что касается финансов, это надо решать вопрос Сбербанком, и они обычно это через почтовые отделения определяют. Только таким образом можно будет как раз выяснить, кто и какая очередь в это время. Я, честно говоря, и в это не вникаю, и поскольку меня это не интересует, скажем так, там каких-то, не знаю, сколько сотен, то, что осталось на книжке, это надо очень долго все доказывать, и проще вообще махнуть рукой, скажем так. Но людям, у которых достаточно тяжелое положение или вообще крупные суммы, им, конечно, надо каким-то образом это высудить или обратиться еще раз уже с заявлением, обязательно письменным. Потому что когда поднимаешь в устном виде какую-либо проблему или задаешь вопрос, потом это все благополучно спускается на тормозах. Обязательно надо письменно зарегистрировать эту просьбу, и потом уже легче начинать искать концы и пути выхода из создавшегося положения. Все. Спасибо за ответ нашей слушательницы. Довольно интересующий вопрос для многих наших жителей, но мы продолжаем с вами нашу тему. Тема наследства тоже очень актуальна на сегодняшний день. И что делать, если наследник вовремя не вступил в права наследования, Алла Николаевна? Хотелось бы узнать. Понимаете, сейчас нет такого вовремя не вступил. Если он, конечно, там свыше 15 лет находился. Уточняли. Их наследники теперь вынуждены обращаться в суд о восстановлении либо срока принятия наследства. Либо если они находились как бы там рядом и хоронили и так далее, но не оформили, теперь они как бы устанавливают факт, ну как сказать, уже юридический факт. Они фактически приняли наследство, а теперь его юридически надо закрепить. И тоже путем искового заявления через суд и определяется уже, что право уже юридического владения. Не фактического, а юридического. И к нам дозвонился еще один слушатель. Да, слушаем. Алло, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Алла Николаевна, это я к вам. Да, слушаю вас. Отвечаю с тела Казахстана. Да, слушаю вас. Знакомый вас? Да, я помню вас. Ага. И слушайте, что я скажу вам сейчас. Да. Это дело я еще не закончила, но у меня сейчас возникло другой вопрос. Какой? Сейчас. У меня же трое детей, вы знаете, мама посмотрит. Ага. Старшая не наша. Не мой внук. Ну. Это женился сын. Ну, взял женщину с ребенком, так скажем. И вот уже три года, я смотрю, уже в сентябре исполняется три года. Ну. И доверенность у меня кончается. Должны опять сделать доверенность, иначе вы сами понимаете, что службы опеки и попечительства могут изъять ребенка, если он вообще не имеет, вы не имеете к нему никакого отношения. Вы, получается, как чужой человек. Я сейчас, ага, вы, я хотела бы уточнить, они мне ничего не платят, я хочу, что делать, к кому обращаться, я хотела бы отказаться от нее уже. А сколько лет ребенку, что вы можете... 15 будет в декабре. А, угу, понятно. А ребенок, эта девочка взрослая, ну, я так поняла, 15-летняя, она учится в школе или... Да, 6-й класс закончилась, 7-й перешла. Опа, 15 лет, угу, понятно. Знаете, это только через опеку или попечительство. Почему мать не заберет девочку себе? Не знаю, вот я тоже жду ни звонка, ничего нет. А где она находится? В Турции, где? А, вот оно в чем дело. Да, да, да. Все, послушайте, там только... Я Катерина. Да, Катерина, вам надо будет обратиться в службу опеки и попечительства. Она находится у нас на третьем этаже в Чедерлунге, в райадминистрации. Ага. И вам надо будет отказаться, допустим, от... А я опекуса не получаю за нее. Ну, и тем более, если вы ничего не получаете и так далее. Она не дала мне опекуса. Она сказала, эээ, починение я дам. Не буду, ничего не дам. То есть сама мать не разрешила. В таком случае тогда вам надо будет просто... Я в сельский совет хочу подойти. Подойдите в сельский совет. Там тоже есть специалисты, социальный ассистент. А потом можете в Чедерлунгу поехать, в службу опеки и попечительства, потому что надо будет определить, кто возьмет опеку над ребенком. Пусть она даже 15-летняя, но раз она еще учится в школе, ее нельзя оставлять без присмотра. Да, без присмотра. Никто, их родным, я обращалась, никто не хочет. А я тоже не хочу, мне копейка платит, мама, я что буду. Так за две тысячи, за свою пенсию, сколько я подержу? Еще двое умеет. Понятно. Мой совет вам в срочном порядке. Обратитесь туда, вначале к социальному ассистенту. Пусть они выйдут потом с данной проблемой. Как раз и определяют ребенка. Может, какую-то семью или еще кого-то обяжут и так далее. Вы объясните всю ситуацию. Они знают, я у них была, я знаю. Они мою проблему знают. А сейчас вы подходите вместе с ее документами и говорите. Документ только о свидетельстве о рождении. Все равно свидетельство о рождении тоже надо иметь. Ага, имею, только ее. Да, хорошо. И что? И после этого начинайте действовать через, как раз, через социального ассистента, а потом через службу опеки и попечительства. Так просто нельзя оставлять и выгонять на улицу. Это вообще вы что? Ни в коем случае. Это я знаю, но я поэтому обращаюсь, что делать, как мне быть дальше. Все, вам надо только туда обращаться и чтобы потом... Если советы, они расскажут, да? Да, они именно к социальному ассистенту пусть поднимают этот вопрос и решают уже с районной службы опеки и попечительства. Хорошо. Спасибо вам. Да, пожалуйста, Докторина. Да, всего доброго. Благодарим за разъяснение. Мы возвращаемся опять к нашей теме. Алла Николаевна, скажите, пожалуйста, каким образом осуществляется отказ и раздел имущества на следодателя? Ага. Ну, например, для того, чтобы отказаться от имущества, мало сказать, я не хочу это принимать, мне это не надо и так далее. Обычно это осуществляется только нотариальным путем, то есть к нотариусу, либо к лицу, который имеет право нотариального удостоверения. Если, например, в той местности или, допустим, это где-то на корабле и так далее нету нотариуса рядом, то командир корабля имеет право зарегистрировать вот это заявление, этот письменный отказ и его потом по телефаксу отправить для того, чтобы люди могли дальше как-то разрешать вопросы с данной проблемой. Вот таким образом. Но это только должен быть нотариальный отказ. Так просто на словах сказать или сказать, вот это тот слышал или это слышал, а она может подтвердить. Это, понимаете, сегодня подтвердят, завтра он передумается и скажет нет. Если человек нотариально отказался от своего права на наследство или от своей доли наследства в чью-то пользу или вообще просто он говорит дальше, пусть решают те, кто принимает наследство, либо его делят между остальными наследниками, либо на себя. В общем, если это не целевое в пользу кого-то, то, ну, конечно, эта отказная доля делится по другим наследникам, которые, если они существуют. Вот таким образом. Алла Николаевна, у нас есть вопрос на почте. Если человек сделал дарственное одному члену семьи, старшей сестре, указано, но никто этого не знал, один из них не согласен с этим решением, могут ли те после смерти наследодателя подать в суд и выиграют ли они? Скорее всего, вот это еще дети есть, кроме старшей сестры, как указано. А, понимаете, когда дарственное дается, например, то там указывается, что при этом все остальные члены семьи, которые могут быть наследниками по закону, лишаются права в силу каких-либо обстоятельств. Сейчас вообще могут оспорить, но другое дело не факт, что судья примет этого внимания. Понимаете? Вот и все. И если это было сделано до 2019 года, то там уже закон обратной силы не имеет. И все, что было тогда сделано, дарственное, может, оно даже уже на себя это оформило имущество. Потому что с момента, вот, допустим, оформляется дарственное, потом тут же идет дорога, так сказать, в кадастровый офис, и там уже потом все регистрируется, и за этим лицом уже регистрируется его право на след, его право собственности. И если это было сделано, как я уже сказала, до 2019, до 1 марта, то, к сожалению, увы, да, они не могут сейчас оспорить то. Но если это после 2019 года, то да, после 2019, после 1 марта, пожалуйста, они могут оспорить. Другое дело, почему, в чем причина и так далее. Но тот факт, что это возможно сейчас, ну, и я говорю, опять же, не всегда суд учитывает много нюансов. Мы же не знаем, какие там есть еще нюансы, и почему сделано именно на эту старшую сестру. Может, она смотрела за матерью, может, она все это оплачивала, все ее лечение и так далее, хоронила. Ну, вы знаете, есть много таких морально-этических вопросов, которые своевременно не решаются наследниками, так сказать, будущими наследниками по закону, если нет завещания. А потом уже начинаются споры. Ну, это уже, это опять же будет суд выяснять все нюансы. И поэтому сказать точно, да, можно оспорить, и вы конкретно получите свою долю, нельзя. Потому что если это было вот уже после того, как до 2019 года закон не имеет обратной силы, пусть прощаются. Да. И еще один слушатель у нас на линии. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, я Зунюска Закли. Да, пожалуйста. У меня, я хочу проконсультироваться. Четыре с половиной года назад мне дали путевку за 30% в санаторию в Вазовую Воду. Ну. Сейчас, когда вот прошло время, я обратилась снова за путевкой, я на пенсии, я на группе. Они мне предъявляют, что у меня там задолженность. Две с половиной тысячи с чем-то лет. Мол, тогда дорого стоило, подороже было что-то, не знаю. Прошло время, тогда мне сразу не сказали. У меня тысячи ли пенсии была. Сейчас мне предъявляют претензию, что у меня там задолженность. Нет, сроки прошли у нас. Срок исковой давности. Почему они тогда вас в суд не подали, если у вас была тогда задолженность? Если вам дали 30%, вы их оплатили, остальную стоимость. Да. Тем более, если у вас все это отражено, есть хотя бы, может, сохранились какие-то там документы, подтверждающие или еще что-то. Я хочу вам сказать, что они не могут вам сейчас уже вменить, потому что уже прошло 4 года. Да, я тоже говорю, что это такое, и сразу мне не сказали. Ну, понятно, но они должны были своевременно. Если даже вы можете обратиться в суд и еще вот потребовать, во-первых, написать на них жалобу в Министерство социальной защиты, здравоохранения и социальной защиты с жалобой на действия территориальной кассы социального страхования. Так сказать, Райсебес. Да, да, я поняла. Спасибо за вопрос. Очень здорово. И опять возвращаемся к нашей теме, Алла Николаевна. И уже коснемся темы завещания. Где нужно хранить завещание, каким образом оно готовится, скажем так, и вообще нужно ли рассказывать родным о нем. Я хочу вам сказать, что завещание обычно оформляется, если это в ком-либо населенном пункте, обязательно в нотариальной конторе, если человек может прийти в нотариальную контору, к нотариусу, он там оформляет завещание. И один экземпляр завещания хранится в нотариальной конторе, а один экземпляр завещания хранится у лица, который сделал завещание, оформил завещание. Единственное, я, так сказать, наследодатель, он дает наследство. Поэтому, если он оформляет завещание, и это хранится у нотариуса и так далее, ему вовсе не обязательно всех ставить в известность, что он оформил завещание. Другое дело, что он это завещание может менять достаточно часто, если возникли какие-либо обстоятельства или какая-либо ситуация, он берет, идет и переписывает. Каждое новое завещание, оформленное с последней датой, оно приобретает силу закона, а все ранее выданные завещания, оформленные, они теряют свою силу. Есть у нас опять слушательная линия. Да, мы слушаем. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем, пожалуйста, задавайте вопрос. У меня есть два вопроса. Я хочу задать один первый вопрос. Почему в 59-м году, в 59-й год, который кому, не дают 125 лей? И второй вопрос. И второй вопрос. Хочу спросить, почему эти конверты пришли за электрики? Мы тоже хотим экономить, и мы каждый месяц платим. Кто не платит, тому пускай приходит. Сколько они тратили за эти конверты, они должны пенсионерам еще добавить эти деньги. А они тратят конверты. Я с вами абсолютно согласна. Но я хочу сказать, что это надо... У нас есть только один выход. Надо обращаться к нашим властям и к этому правительству, которое проводит, я бы сказала, антинародную такую политику и не защищает интересы народа своего государства. Потому что отвечать я, как юрист, к сожалению, не могу ответить на ваш поставленный вопрос, потому что это мало того, что не в моей компетенции, но это вообще как бы выходит за пределы моей компетенции. Этим занимается у нас правительство. Только они в состоянии решить, если кто-то отменил вот эти вот выдачу этих 125 лев, то это уже надо обращаться в те службы, кто отменил. А это у нас, опять же, правительство. Ну, что поделать, так уж бывает. К сожалению, да. Остается только терпеть и двигаться дальше, я так полагаю. Но, Алла Николаевна, возвращаясь к нашей теме, и еще раз коснувшись темы завещания, вот как правильно оформить это завещание? И вообще, что собой представляет завещание на недвижимое имущество? Недвижимое имущество, это у нас земля, конечно, в первую очередь, да. И поэтому я хочу вам сказать, что некоторые при жизни еще успевают подарить, как бы продать, оформить договор купли-продажи на чье-либо лицо. Вот с этим не поспоришь. Все, что сделано при жизни, там уже потом оспорить, когда человек умер и вдруг выяснилось, что он еще за 5 лет. Это его частная собственность, он имел право распоряжения своей собственностью. Другое дело, если это после смерти, но он сделал завещание, что я, например, вот эту земельную долю оставляю своему младшему, среднему, старшему сыну или ребенку, в общем, девочкам, мальчикам и так далее. А все остальное имущество делится, допустим, в равных долях. При этом, конечно, будет учитываться и доля выжившего супруга. Если раньше, как у нас шло? Допустим, если одна вторая имущество принадлежит одному супругу, одна вторая принадлежит второму супругу, а остальное имущество делится в равных долях, то сейчас одна вторая, допустим, выжившего супруга и плюс еще ему положено по закону 25% из оставшейся доли имущества. Которое принадлежит наследодателю, умершему наследодателю. Еще один слушатель есть у нас на линии? Да, пожалуйста. Поприветствуем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Такой у меня один вопрос. В 2014 году моя мама умерла. И у нас было трое детей, мы оставили дом брату, но не зарегистрирован. Сестра в России, она отказывается от дома. Могу я его перевести сейчас на тебя? Второй брат, другой брат согласен? Он покойный. Он покойный. Да, можете. Но это опять вам надо только через суд, потому что я уже сказала, что все, что до 2019 года, до 1 марта, там, а вы так как тогда не вступили в свое право на наследство, вам надо будет продлить свое право на наследство и иметь обязательно отказ сестры от своего права на долю имущества. Да, сестра отказывается, она в России, но у меня есть... Нет, отказывается на словах, это не идет. Нет, 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 письменно. Угу. У меня есть это уже, то, что она отказывается, потому что она взяла долю. А, на земельную долю взяла, да? Да, она продала ее и дом на меня. Угу. И получается так, что брат умер, и я как младший сын, я наследник, и дома остается у меня. Ну, у нас, к сожалению, не действует это, вы знаете, по закону. Нет, я понимаю, но она отказывается. Но она отказывается. Хорошо, вы можете пойти оформить. Но у нее дети есть? Есть. Они уже совершеннолетние? Да. Они тоже должны написать отказ. Да, но они с маленьких лет, они выросли в России, как бы... Это не имеет значения. Они тоже числятся? Нет, они просто являются тоже наследниками, как бы. Вот, вы знаете, лучше всего вам надо пойти к нотариусу, взять ее нотариальные отказы, и свое свидетельство о смерти родителей обоих, затем выписку из кадастрового офиса на данный дом и свое удостоверение личности и свидетельство о рождении тоже. Вам надо все вот эти документы взять и потом пойти и уже начать оформление. Но он вам, конечно, может сказать, что поскольку это было до 2019 года, вам придется продлить свое право на наследство. А, еще взять свидетельство о смерти брата, который умер. Да, вот эти все документы, вы вначале идете к нотариусу и заявляете о своем праве на наследство. После этого нотариус вам ставит условия, либо вы идете через суд, продлеваете право, либо, может, есть какие-то там еще, я не знаю, стороны или нюансы, которые, допустим, неизвестны мне, но известны нотариусам, потому что они постоянно едят на семинары, там получают какие-то дополнительные знания по оформлению наследства. Потому что после того, как вступил вот в силу закона вот этот раздел о наследстве, возникает очень-очень много споров. Поэтому надо будет обязательно к нотариусу, чтобы он озвучил свои претензии. Если он скажет, да, мне нужен еще отказ от его детей, тогда другое дело. Если есть и это, то все, вы идете со всеми этими документами. Возьмите, пожалуйста, вот в кадастровом офисе обязательно экстраз, который вот показывает, за кем дом числится. И потом уже далее идете оформлять. Если этого не было, вам придется, предстоит такая немножко долгая дорога в дюнах, и вам надо будет обратиться в кадастровый офис, чтобы они и иметь решение, там, городского или сельского совета о выделении имущества, если там где-то зарегистрировано это домовладение. Вы сходите туда и узнаете все, пока вы не узнаете, какие у него требования у нотариуса, и обязательно в кадастровый офис, как я уже вам сказала. Просто на сегодняшний день этот дом зарегистрировано еще на мать. После отца смерти на мать, и как бы все написали отказное. Дарственное мне делают. Хорошо, вам все равно надо пойти к нотариусу. Если нотариус примет во внимание, то вы все оформите нотариально. Если нет, вы продлите срок принятия наследства. Большое спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо, здоровья. Возвращаемся опять к нашей теме, Алла Николаевна. И хотелось бы спросить, допустим, как можно оформить квартиру в наследство, если наследник проживает совсем в другой стране, не в нашей. Понимаете, завещание или там дарственное он может, но дарственное не так-то просто сделать. Понимаете, надо получить разрешение одаряемого, что он согласен принять это в дар, это имущество, или там картины, или еще что-то и так далее. Движимое или недвижимое имущество. Если он проживает в другой стране, он тоже имеет право получить это наследство. Единственное, что они, по-моему, потом платят 12% пошлины, то есть это будет гораздо выше. Если у нас наши граждане, если оформляют 0, по-моему, 0,3%, может, сейчас уже выросло, раньше так в соответствии с законом о госпошлине, то эти платят 12% от стоимости имущества. Понимаете, имущество оценивается кадастровым офисом, если кто-то не согласен, идет торгово-промышленную палату. Но обычно сейчас такая практика существует, что все оценивается вот по рыночной стоимости. Вот таким образом определяется стоимость. Там может, извините, такая развалюха, но по рыночной стоимости. Там размеры позволяют говорить о том, что это имущество. Оно уже давным-давно из лампача и упало вместе с крышей на землю, но, однако же, платят и оцениваются в достаточно крупной сумме. И обычно такие суммы, ну, оспариваются потом в судебном порядке. А так 12% они платят при оформлении своего права на наследство. Ну, крупноватая сумма выходит, скажем так. Если имущество хорошо, если оценивается, как вот сейчас принято оценивать старые домики и так далее, не менее чем 125 тысяч леев, то можете себе представить, 12% это, ну, 10-15 тысяч леев там идет. Только ты платишь за то, чтобы получить это в наследство. Вот таким образом. Скажите, пожалуйста, как делится имущество между детьми наследодателя от разных браков? Такие случаи тоже часто бывают? Да, конечно. Но я хочу вам сказать, если один из зарегистрированных, нет, если все дети, они от разных браков, но у них либо один отец, либо одна мать, тогда делятся в равных. Если это дети, допустим, ну, как сказать, ну, вторая жена пришла уже с детьми, ну, а это не кровные родственники, то там уже, если он хочет, может завещание оставить. А если нет, то, конечно, кровные родственные, во-первых, идут обязательно, и дети, и супруг, с которым он находится в законных, в законных правах, в состоянии, да. И еще один слушатель у нас на линии, Алла Николаевна. Да, слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Я бы хотела узнать насчет выхода пенсии многодетным матерям. Я слышала, новый закон что-то принимает. Послушайте, у нас и раньше было такое, ну, допустим, давно уже, это, наверное, лет 10 уже есть, если у вас свыше, там, 5 свыше детей, то вы, естественно, выходите на несколько лет раньше на пенсию. По-моему, на 5 лет выходите раньше, но не более. Это раньше можно было иметь только 20 лет стажа трудового и выходить на пенсию, имея много детей. Сейчас такого нет. Но я вам скажу, что если вы проработали свыше 40 лет, и ваши дети, допустим, вы выходили по уходу за ребенком, там, только полгода или год, то вы, конечно, можете досрочно выйти. Нет, мы сегодня слышали по радио, что 5 и более, это за минусом 6 лет, и 3 и более за минусом 3 года. И я хотела узнать, вот, возраст, вот это, или же вы еще не в курсе. Послушайте, если это еще не закон, потому что я смотрела последние, да, это может быть законодательная инициатива, потому что я смотрела последний раз закон, там, по-моему, до 5 лет было, о том, что можно было выйти, если у вас 5 и более детей. То есть там не озвучивалась сумма 6 лет, и ты можешь выйти. Нет, этого не было. И считалось, что только, если у тебя трое детей, даже четверть, ты еще не многодетный, а только 5 и свыше. Вот пока закон так действует. Это пока проект. Да, но я тоже хочу сказать то, что вот, если даже досрочно взять, и взять, как я многодетная, и проработала там больше 30 лет, все равно ущемлен остается многодетная мама. Да, абсолютно верно. И размер пенсии минимальный, скажем так. Вам единственное, что надо вообще обратиться в территориальную кассу социального страхования, и они самые первые получают все документы, которые вошли в законную силу. Приказы, постановления правительства, которые даже не были полностью опубликованы в каких-либо источниках, они имеют это, что называется, из первых рук. Я этих данных не имею, поэтому я не хочу вам говорить. Я могу подготовиться, обратиться, и, допустим, в следующий раз вам рассказать уже подробнее. Но сейчас я не могу вам конкретно сказать, да, это так или не так. Я вас поняла только то, что я хотела услышать, потому что мне уже пришел отказ, и я поэтому хотела услышать именно то от вас, что ущемлены остаются многодетные, да. Вот это я хотела именно от вас услышать. Спасибо вам огромное. Да, пожалуйста, до здоровья. Доброго вам дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо за ответ, за комментарий нашей слушательницы. И хотелось бы еще задать один вопрос. В каком случае на наследство могут претендовать внуки? Вначале вы чуть-чуть уточнили. Наследники первой очереди, второй и так далее. Но именно по этому случаю хотелось бы остановиться. Я хочу сказать, что если, допустим, их родители умерли или они, родители, тоже находятся в таком беспомощном состоянии, то могут и внуки претендовать для того, чтобы жить, например, ну, находиться рядом, хотя они и обязаны находиться рядом со своими родителями, и там они им негде жить, они еще несовершеннолетние, они тоже могут претендовать, они тоже имеют право на проживание в данном случае. Вы знаете, у нас был семинар в 2019 году, уже в июне, и вот нам там говорили как раз о данной коллизии, что даже внуки могут, ну, родитель какой-либо из, или мать, или отец, подать тоже в суд о признании права на наследство внуков. Вы знаете, я сколько вот читаю гражданский кодекс, это раздел, для меня тоже не всегда все понятно, потому что это надо ездить, наверное, работать в нотариальной конторе или в адвокатской, чтобы постоянно быть в курсе все время какие-то изменения, да, не то что изменения, а трактуются. Иногда так трактуют, иногда это, вот мы когда слушали один из, на семинаре, хотя он и говорил на молдавском, но потом, поскольку я не все могла освоить в молдавском языке, я попросила, чтобы объяснила на русском, и он сказал, что вот теперь дети тоже имеют вот внуки, если они проживали в данном доме и вместе, и у них нет другого имущества и так далее, то в их интересах тоже можно подать наследство для того, чтобы их обеспечить, предоставить им право проживания, вот. Угу, еще один слушатель к нам дозвонился. Да, слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаемся. Я с тела Конгочика, бабушка старенькая, уже 82-й год. У нас есть примар в Конгочике, он не любит, чтобы к нему обращались. Я сейчас ему опять обратилась на счет одного номера, а он говорит, а что ты с сыном не обращаешься? А он для чего? А он для чего? Я не могу понять, никакой пользы с него нет в нашем теле. Есть его? Не могу сказать, что особенно посторонним нету. Как быть, не знаю. Я, к сожалению, это надо обращаться не ко мне. Это не входит вообще в компетенцию. А куда ходит? Вам лучше всего, конечно, обратиться в исполком Гагаузии. О, Господи, сюда опросилась, они даже не открывают даже. Вообще не думают старых, которые не могут ходить, не могут, не знаю как. Нет у нас такого уже, нет. Я смотрела один журнал, раннейший, я смотрю телевид, только это показываю по телевидению, когда была у нас Россия. Была у нас хорошая жизнь. А сейчас самокат, больше ничего. Больше ничего. У кого есть тело, у того и богатство. А какой бедный, он только должен так ходить. Я не могу понять вот это. Я и вросла. Я и Ирина тоже. Но Ирина, с одной стороны, хорошая. С одной стороны, хорошая. Да. Очень даже. Потому что она нас почувствовала, я ее распрессированная. Вы репрессированы? Да. И в 49-м году нас подняли, мне было 7 лет. У вас есть льготы? А? Льготы у вас есть? Есть, конечно. Есть у меня все. Потому что я работала здесь в 49 лет. А почему вы обратились к примару? Что вы хотели, чтобы он сделал? Я хотела у него узнать мой номер, а он говорит, что ты нам надоела уже. Я и насчет дрова, насчет другого. Он же должен это был, потому что сейчас... Конечно, да. Потому что что ты дровами сейчас... Поймали одного. Я смотрела телевизор, потому что я не могла уходить, я все вижу. Эти котики, которые работают на этом уровне, они так сказали, что воруют у нас дрова чужие. И они поставили, наверное, насчет этого, чтобы следили. И вот в этом году у нас поймали одного. Я обратилась на счет этого дрова, а он говорит, а что ты с сыном? Я говорю, как с сыном? А ты кто? Ты говорю, кто? Ты кто? Подождите, а у вас есть сын? Он проживает с вами? Нет. А где он живет? За рубежом, наверное. Нет, я одна живу. Нет, подождите, где живет ваш сын? Себе. Так вот, вы можете сына попросить, чтобы он тоже помог. Как? Как помог? А дрова-то он не пойдет, когда? А должен в прямой дрова на счету походить, чтобы... Послушайте, давайте так, не будем спорить. Давайте не в рамках этой программы. Вы имеете право на получение своей доли дров, а остальное обратитесь к сыну. Пусть помогает. Благодарим нашу слушательницу, конечно, за мнение. Что она выразила, будьте здоровы. И, конечно же, многие вопросы волнуют наших жителей пожилого возраста, потому что они сами не могут справиться. Но если есть дети рядом, то, конечно, это достаточно хорошо, они могут помочь. Конечно, органы местного публичного управления тоже должны чем-то помогать, но они некомпетентны во всех вопросах, поэтому надо как-то находить выход из ситуации. И последний вопрос за эту программу мне бы хотелось задать. Алла Николаевна, что делать, допустим, с квартирой, как она наследуется, если она была нажида в браке и находилась в общей собственности между супругами? Понимаете, раз она находилась в общей собственности супругов, это означает, говорит о чем? Что каждый имеет из них одну вторую. И если у них детей нет, то это одна вторая, не 25% при наличии наследников, извините, имеет право оформить на себя полностью переживший супруг, если нету остальных. Если есть дети, то и они отказываются в пользу своего, ну, одного из родителей, выжившего, то, естественно, он может. Но я хочу вам сказать, ну, у нас сейчас из-за того, что продлили сроки оформления наследства и до 10 лет, и имущество может прийти в негодность, то потом получить свою долю имущества будет очень трудно. Кто должен следить за этим имуществом, если никто за ним не смотрел? Есть много таких, знаете, нюансов, которые вот эти вот нововведения в гражданский кодекс, именно в раздел наследования, они приводят к очень таким, я бы сказала, негативным последствиям. Раньше все определялось достаточно просто. Так, этак и так далее. И это был один из наиболее, я бы сказала, таких социально значимых вот оформлений и вообще вот все, что касалось наследства. Сейчас же я не знаю, в чью дудку они дуют и чьи интересы на тот момент, когда разрабатывали, они защищали, кто что хотел получить. Но это привело к тому, что возникает очень много споров по наследству, по определению доли, по определению права на наследство. Иногда вычленяются одни члены, которые имеют право на получение наследства, и вдруг появляются абсолютно чужие люди, которые живут даже в другой стране, но однако не претендуют. То есть я хочу вам сказать, что, да, Гражданский кодекс вот с последними вот этими в 2019 году внесенными изменениями, все, что касается раздела о наследственной массе, вообще о наследстве, он имеет столько теперь коллизий, что иногда мы, когда вот я говорю иногда с нотариусом, и спрашиваю, как вы думаете, все-таки каким образом? Она говорит, вы знаете, я сама иногда бываю в ступоре, потому что я вот езжу на семинары, нам в Кишиневе проводят, потому что нам тоже трудно. Люди обращаются потом в суд, потому что они прочитали так или поняли как-то. Понимаете, в итоге получается, что никаких толком прав у лиц не остается. Вообще вот, я, кстати, его даже специально вот взяла с собой из этого. Вот это вот, представляете, здесь почти 68 листов, но это есть изменить. Вот представьте себе, вот это все наследование, вот этот раздел, который ввели книга 4, она вот здесь настолько много изменений, раньше было там 2 главы, и все решалось четко и ясно. Сейчас это большие сложности. Раньше так знали, да, в течение 6 месяцев ты должен был обратиться, но если ты не мог в течение 6 месяцев обратиться, ты через суд мог продлить свое либо право на наследство, либо оформить, либо де-факто, либо де-юре и так далее. А здесь дается 10 лет, понимаете? Если ты, ну уже там, кто будет смотреть за этим имуществом, а вдруг появились еще какие-то наследники, о которых вы даже не имели никакого представления, и каким образом это все можно сделать. Кто должен храниться, кто должен хранить это имущество, чтобы оно попало. Если за кем-то назначили лицо, к примеру, у нас это в последнее время и практикуется, когда назначают лицо, чтобы оно обязано было смотреть, чтобы наследство перешло наследникам по закону или по завещанию, чтобы оно сохранилось на тот момент, пока все отсутствуют. Я вам скажу, это большие сложности, чем все это закончится, не знаю. Может еще потом, лет через 5, после всех этих судебных премий может все-таки придут к выводу, что кое-какие статьи надо будет исключать. Алла Николаевна, благодарим за участие в нашей программе, помогли в основных аспектах разобраться, хоть и страниц действительно много в этих главах и так далее, но основное, главное донести до наших слушателей, чтобы они были в курсе. Вам спасибо большое и слушателям тоже. Мы говорим, благодарим за то, что участвовали в нашей программе, озвучили свои проблемы, свои мнения, всем остается только сказать благополучия, всем добра, мира, любви и говорим оставаться вместе с ГРТ. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова